Я сам прошел через суды, допросы, запреты, исследования и наказания. Такого паскудства, которое идет в последнее время, я не видел в 90-е. Президент выступает в Кремле и говорит, братцы, на нас со всех сторон наступает НАТО, нас обложили всех санкциями, требуется консолидация и сплоченность общества, мобилизация ресурсов и стабильное развитие страны. Мы двумя руками подготовили программы, выступили перед избирателями, встретились на госсовете, все одобрили, религии к сведению и, казалось бы, и двинуться вперед. Но началась одна провокация за другой. Началась цик, который решил из стройки убрать у нас в Грудинино. Я 10 часов просидел в Верховном суде. Я тоже такого безобразия давно не видел. Все, что было нечестного, все там выплеснулось. Грудинина они допустили на выборы президента, и когда он собрал 9 миллионов голосов, это их настолько перепугало, что решили душить вместе с рейдерами хозяйства и убирать человека незаконным путем из списка. Проголосовали, убрали. Мы выразили протест. Никакой реакции ни со стороны прокуратуры, ни со стороны председателя суда. Я встретился с президентом, обсудил, что ситуация продолжает в стороне накаляться, обстановка сложная, полстраны живет на 20 тысяч рублей менее, голодают пенсионеры, дети войны. Давайте вместе подготовим программу. Страна вымирает и бедствует. Подготовили вместе, договорились, пойдем на выборы. Единая Россия на выборах ничего не предложила. Обществу и реальной программы не было. Зато все сделали для того, чтобы пропихнуть трехдневку, дистант и надомническое голосование. Но когда я увидел, что в моем любимом Крыму, где мой отец сражался и кровь проливал, знаменитый район Балаклавово, сейчас оттуда показывается, с этой знаменитой базой, секретной, где я в свое время наблюдал заход подводных лодок, вдруг привозят мне результаты. Мой помощник, он сам служит госбезопасности. 51% граждан Балаклавовского района проголосовали на дому. Все заболели в этот день. Мы обратились, давайте разберемся. Никакой реакции. Брянская область, ведущая область. Мой родной край, она входила в Орловскую область. Сидит губернатор, у которого жена стала миллиардершей. И вместе с тем разворовывает голоса в целых районах. Мы направили это в прокуратуру и в суд. Мертвая тишина. Таких дел сформировалось почти 350, по-моему. Провели большую пресс-конференцию. Вы участвовали. Тишина на эту тему. Я подготовил список всех уголовных преследований на нашу партию за последнее время. И на встрече с президентом сказал, какой смысл подрывать вашу стабильность на фоне вызовов военных и политических, которые обвалились на страну. Какой смысл взрывать вашу стабильность накануне трансферта власти, когда вам позарез, нужна поддержка государственно-патриотических сил. Какой смысл выступать против партии, которые вместе с своими союзниками, 132 делегации со всех концов мира, поддержали нашу внешнюю политику, политику по Крыму и даже Донбассу. Вашу единую Россию никто не поддержал ни в Европе, ни в Америке. И тем не менее, одно уголовное дело сфабрикованное покатилось за других. Мы выступили, выставили губернатором Валентина на Дальнем Востоке. Нет, на Дальнем Востоке, Валентина, вы выступили в качестве губернатора. Срочно сфабриковали уголовное дело и срочно посадили на 9 лет. Я пришел и сказал, или вы сумасшедшие люди, или вы сознательно взрываете положение в стране. Перепугались, выпустили. Сначала 9 лет, а потом выпустили. Мы стали разбираться по Иркутской области. Всех, кто шел по делу Левченко и его сына, вот видишь, он уже убежал, это ему неинтересно. Всех выпустили, а сына посадили, держат его второй год. Ничего, никто, ни прокуратура, ни следствие полгода не ведут никаких дел. Не расследуют, не спрашивают и так далее. Дело продолжилось у Казанкова, лучшего предприятия в Европе. Лучшего. Его 5 лет мытарили, 2 года дали условно, под надуманным предлогом 20-летней давности. Еще хуже стало у Грудинина. Собрали всех, полихату, саблина из «Единой России» и организовали судебно-уголовное преследование, которого никогда не было в моей практике, даже в Ельцинские лихие годы. Мы отбили тогда Кировский завод, директор погиб, Пермский пороховой завод. Наши отбили и первую атаку натоцов в Крыму, когда они высадились в Фиадосе. Мы 10 тысяч народу туда привели, вместе с Харитоном, и выдавили их оттуда. Я еще раз встретил с администрацией президента и Кириенко, и Вайна, и побесел с президентом. Он попросил прислать материалы, прислал все материалы. Сказали, разберутся, законность восторжествует. Эта законность завершилась с операцией «Лось». На мой взгляд, ее организовал Володин. Володин не может простить Рашкину, что тот шел против него на выборах. Володин не может простить Рашкину, что Рашкин выиграл в европейском суде, у него выиграл. И, видимо, решили любой ценой утопить в ходе так называемой охоты. Но охота-то идет в данном случае на КПРФ, на стабильной стране, на ту программу, которую выдвинул президент в своем послании. Что вам? Тут ползала минимум ходили на охоту. Идите спросите, кто у них лицензию оформлено. Нас все приглашали в гости, никто никогда ее не оформляет и не спрашивает. А потом договариваются, как оплатить коллективность. Сегодня об этом и Рашкин говорил. Но дело в другом. Синельчиков, блестящее, с точки зрения закона и респонденции, показал и доказал, в чем суть этой операции. Я плохо представляю, чтобы в два часа ночи все начальники оказались в одном месте, в одном лесу, вокруг одного и того же лося. Видимо, не спали, видимо, водители были. Видимо, там надо полтора часа ехать. Все съехались в один ряд и все встали. Я когда включил мне звонок, сделали телевизор и говорю, если сейчас Хейнштейн появится, то 100% сейчас будет паскудство, которое информационное, которое страна задыхается в последнее время. И началось с него, и поехали, пошли. Потом включает телевизор, вести 24, Володин шесть или семь раз подряд рассказывает, как будут они готовить уголовное дело, расследовать, если прокурор придет. Вот сегодня прокурор пришел. Я думал, он сейчас первое, что зайдя на трибуну, скажет, да, коллектив, 336 человек совхоза Ленина обратился, из квартиры гоняют предприятия, душат, хозяйство уничтожают. Мы приняли к рассмотрению, и будет следственная бригада заниматься этим. Я пока не вижу ни ответа, ни следственной бригады. Кстати, на вопросы, которые задавали, старался Володин отвечать вместо прозумительного ответа прокуратуры. В данном случае, я это рассматриваю, Государственная дума в лице Единой России начала новую сессию нового созыва, своего рода криминальной крышей для прикрытия проделок Единой России, не способной решить ни одной задачи в стране. Ни побороться с ковидом, ни принять эффективный бюджет, и все сводится с клоки, которые очень дурно и противно пахнут на фоне того, как живет народ в стране, и как, собственно говоря, нас пытаются придушить, растащить и лбами столкнуть. Мы категорически против такого хода и политических, и криминально-уголовных событий. Это событие в лучшем случае тянет на штраф. Рашкин готов заплатить, готов природе свое возместить в потере и так далее. И на этом точку надо было поставить. По партийной линии у нас комитет партийного контроля разберется. Это наше внутреннее решение. Мы примем то, что считаем целесообразным. Но когда выходят Жириновские, это грязные, позорные Жириновские, на которых вот растекаются зловонные лужи по всей стране, то это всем тошно должно быть и стыдно. В прошлый раз вышел запретить левых, запретить правых, запретить справедливых, наши и так далее. Это уголовщина сплошная. У нас в Конституции написано, нет обязательной идеологии. Мы зарегистрированы. Мы имеем патент, мы имеем 11 тысяч депутатов. За нас миллионы людей голосуют. Поэтому наша команда обратится официально, в том числе и по уголовному кодексу рассмотреть эти призывы. Но я обращаюсь к Единой России. Вы это дело стрепали. Кто-нибудь позвонил и сказал, ребята, давайте соберемся и вместе обсудим. Я обращаюсь к администрации президента. Вам что, склока нужна в Государственной Думе на ходе того, что происходит в стране? Вам нужна прокуратура, которая будет прикрывать все эти безобразия своим авторитетом и погонами? Я видел такую прокуратуру. Она меня допрашивала полсотни раз и запрещала, и загоняла. Мы устояли и устоимы в этот раз. Но объявлять в стране партии, за которые десятки миллионов голосуют, лидеров, которые полстрани поддерживали, на фоне кризиса, на фоне плохой стабильности и полуголодного населения могут только провокаторы. Поэтому хочу еще раз обратиться к президенту Ангаранту. Вы сегодня видите ситуацию, при которой гарантированно будет сломана стабильность, которой вы гордились и которой сейчас позарез нужна стране. То, что сейчас происходит, это полное безобразие. Следующие два пункта, о которых говорил Гартун, какие они отношения к этому делу имеют. Сейчас полезут во все квартиры, ломать, взламывать, смотреть, не спрашивая никого, к вам тоже придут. Ко мне приходили к сыну, взломали замок высшего класса, срапины не оставили, все вверхном перевернули, золотой партии искали. Ко мне приезжали в родной дом, который мы с отцом-инвалидом строили. Эти паханцы дом превратили, так называемый музей, привели скульптуру Ленина, срубили ему, голову мою пришили. Ни один пьяный мужик из деревни на это паскудство не пришел. Я уморился от этих судов отбиваться. Вот еще одну лажу готовят под прикрытием Единой России. И про этот ничего общего с юриспруденцией, не имеющий трек с Хинштейном и ему подобных. Позорище. Мы давно такого не видели в Государственной Думе. Но те, кто затеял эту склоку, они будут лично отвечать.